Привет, друзья! Спасибо, что смотрите и подписаны на канал. В этом видео вы увидите набор 2018 года. Монету в сувенирной упаковке, выпущенной Укрпочтой и гривну киевского типа. Ну что, поехали! Так, ребят, посылка пришла, вот такая прикольная. Давайте аккуратненько ее открывать и смотреть, что же там у нас пришло. Это очень крутая вещь. Это книга новая, каталог 2018 года. Книга вот будет анонсирована в конце декабря. Смотрите, даже сразу рекомендую заглянуть на сайт, вот где, собственно, можно приобрести данный каталог, обновленный. Вы видели в моих роликах до этого полностью-полностью данные каталоги, обзоры. Что мы здесь видим? Все-все-все обиходные монеты. Интересно посмотреть, кстати, сразу и на наборы. Вот какие наборы у нас здесь включены. Мы видим 2001, 2003, 2010. И потом системно каждый год национальный банк выпускал наборы. И, кстати, вот мы видим этот 2018 год, тот набор, который сегодня мы с вами разберем. И вот он здесь уже есть. Примерная цена на него 1000 гривен. Ну, конечно, интерес к нему. Цена формируется от того, насколько много людей будет хотеть его купить. Итак, в наборе у нас есть монета первой почтовой марки Украинской Народной Республики. 100 лет. Тираж 45 тысяч штук. На реверсе монеты на зеркальном фоне размещен цветное изображение марки. 50 шагов это там по печати. А на Аверсе, кстати, тоже мы видим фрагмент марки 30 шагов, но уже без там по печати. Внутри мы видим описание, что входит в состав набора. Также, какие монеты и чему посвящен данный набор. Там по себе набор довольно красивый и приятный на ощупь. По качеству печати довольно хорошо сделано и хорошо заклеено. Вот, например, у меня есть другой набор, который также покупался в Национальном банке. Непосредственно настолько плохо склеен и некачественно. Вот вы сейчас на своем экране видите. Я просто удивлен. Я думал, что это переделанный набор, если бы я не покупал лично его в банке. Как у вас с этим набором? 18 декабря Национальный банк выпустил коллекционный набор монеты Украины 2018 года. Он был создан с целью празднования столетия событий Украинской революции 1917-1921 годов. В набор входят разменные монеты 1, 2, 5, 10, 25 и 50 копеек. Две оборотные монеты 1 гривня каждая. С разным дизайном, как вы видите. И памятная монета номиналом 5 гривен посвящена столетию выпуска первых почтовых марок Украины. Монеты 1, 2 и 5 копеек изготовлены из нержавеющей стали. А монеты номиналом 10, 25 и 50 копеек из низкого углеродистой стали с латунным покрытием. Монеты номиналом 1 гривня из алюминиевой бронзы. А монеты номиналом 5 гривен изготовлены из нильзибера. Я увидел монету с каштанами, я, честно сказать, даже не поверил, что будет 1 гривня такого дизайна. И мне сразу вспомнился набор 2013 года, который сейчас вы видите на своем экране. А еще больше вспомнилось то, как монеты темнели в этом наборе. Очень интересно, как будет в 2018 году. Будет ли меня цвет монеты вступать в реакцию с этими картонками? Как вы думаете? Напишите в комментариях. Ну что, переходим к следующему буклету. 9 октября в Киеве состоялось открытие 16-й национальной филоталистической выставки, посвященной столетию выпуска первых почтовых марок Украины. Продажей были сувенирные буклеты с почтовым блоком, первые почтовые марки и монеты, которые мы рассматривали ранее. В свободной продаже буклет реализовывался 11 октября. И давали по одному буклету в одни руки, так как тираж совсем небольшой, всего 5000 штук. Вот мы сейчас видим это в книге Загребы конца 2018 года. В целом, что хочу сказать, давайте вернемся к набору. Конечно, спрос рождает предложение и цену. Чем больше людей будет интересоваться набором и пытаться купить, тем выше будет задираться цена. Но я вам скажу, что реально в этой книге цена на набор указана 1000 гривен. Есть люди, которые купили его дороже, переплатили в банки, которые хотят на нем хорошо навариться, будут как можно больше пытаться сделать проход цену на каких-либо аукционах. Честно скажу, пока не будет хотя бы продано 5-10 таких наборов, мы не нужно доверять тем ценам, которые там 2000, 3000, 4000 гривен. Но я не думаю, что эта цена, скорее всего, завышена, потому что сейчас очень огромный спрос. И все, кто пытается его продать, конечно, они хотят как можно больше заработать. И тем самым, интересуясь этим, вы порождаете у тех людей, которые скупили коробками, такой ажиотаж. Конечно, если у людей были финансы, они это все купили, сейчас они могут на этом спекулировать. Но, поверьте, они не захотят, чтобы эти наборы у них постоянно-постоянно лежали в пассиве, потому что темы разные развиваются. Сейчас Новый год в январе, меньше будет продаж, скорее всего, у всех продавцов. И цена, скорее всего, будет потихоньку откатываться. Вот этот набор мне обошелся в 700 гривен. Я хочу сказать огромную благодарность подписчику, который мне его выслал с города Львов. И скажу, что, ребят, на самом деле можно найти и просто не поддаваться панике. Посмотрите, как набор... Ну, наберет, конечно, он какую-то стоимость, там, 1500 гривен. Но сейчас переплачивает 3000 гривен за набор. Ну, если вы кому-то пообещали на Новый год его подарить, положить, тогда да. И либо для себя. Но подумайте, куда вы можете инвестировать так, чтобы это выстрелило гораздо больше. А я для себя сейчас рассматриваю варианты с серебром, серебряными украинскими монетами, очень красивыми и тематическими. Я вот показывал ролик по поводу подарка на Новый год, который можно подарить кому угодно. Человек даже может быть не нумизматом. Набор, конечно, это для очень узкоспециализированной аудитории, кому вот нужны копеечки, 2 копеечки, кто-то ценит их. Но на самом деле, помните по стандартную цену набора, которая была национальным банком оценена. Инвестиционные монеты, серебряные монеты, мне кажется, это очень широкий формат. И действительно, эти монеты можно, и они будут потихоньку расти в цене в Украине однозначно, особенно тематические. И этот рынок только набирает обороты, не говоря уже о монетах из недрагоценных металлов, биметаллических и нильзиберовых, которые стоят, ну, не очень дорого. Может быть, стоит купить какое-то количество себе в запас нильзиберовых монет, просто тематика, которая вам нравится, например, в области Украины. Ну, вообще, я, конечно, за то, чтобы собирать то, что вам нравится. Вот, например, здесь абсолютно такой вот продукт интересный от Национального банка. Это гривна киевского типа, копия тех гривен, которые у нас ходили на территории Украины. Вот реально Национальный банк сделал подобный тип, и они все пронумерованы. Очень мне нравится, и, честно скажу, иметь такую в коллекции огромное удовольствие. 160 грамм серебра, вот разные даже типы есть, разные печати с номерами. Довольно прикольно, и я вам скажу, что, ну, я, честно сказать, доволен, что ее в свое время приобрел там вообще за 1000 гривен. Это была цена непродажная. Также вот у меня есть в коллекции недрагоценные жетончики, которые мне нравятся. Действительно, я вот хочу собрать какую-то коллекцию этих жетонов. Да, они не будут расти так в цене, как, например, области Украины именно монеты, потому что тут специфика именно жетонов. Но мне интересно, мне эта тема нравится. Как только я там насобираю хотя бы 10 жетонов, я обязательно вам покажу выпуски. Так что, если у кого есть на обмен или на продажу такие жетоны, я с радостью приобрету там по цене без проблем каталога, потому что мне там эта тема нравится. Конечно, тема юбилейных монет гораздо актуальнее, гораздо больше пользователей собирает эту тему. Ну, каждый собирает то, что ему дает удовольствие. Я бы хотел сказать, что, ребята, собирайте то, что вас вдохновляет, то, что вам дает удовольствие. Обязательно читайте информацию, смотрите YouTube-каналы, которые про монеты. Читайте правильные книги, в которых вы можете понять и цену, и визуально оценить монету. Также, имея несколько каталогов, можно посмотреть, какая тенденция по росту цен на конкретные монеты. Друзья, и всех поздравляю с наступающим Новым Годом. Постараюсь продолжать делать для вас ролики в таком же темпе. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Всем хорошего дня и пока! Субтитры сделал DimaTorzok